Убитый до смерти. Именно так местные жители отзываются о пешеходном мосте, соединяющем улицы Старое Село и Бугровка. Его периодически ремонтируют, однако деревянные опоры гниют, а в платне моста давно зияют дыры. Молодежь разбирает, жарит шашлыки и все прочее. Мое мнение сделает вообще его металлические. Даже подойти к мосту сложно. Приходится пробираться по снегу или по колену в грязи. Да и сам он превратился в настоящую полосу препятствий, поэтому пользуется мостом все реже. В вечернее время он и вовсе может быть опасен для жизни, ведь рядом нет ни одного фонаря. А мост он востребованный, потому что народ отсюда с микрорайона, грубо говоря, вот напрямую они прошли и дома, а иначе над кругами или там где-то обходить, или вот здесь лезть, тут тоже он не фонтан. В этом году мост благоустроят. Из городского бюджета на него выделят 800 тысяч рублей. Сделают ли его металлическим, как это попросят местные жители, не уточняют. Касимовское шоссе. Здесь по документам моста нет. Его должны построить около дома номер 57 в рамках годового плана по развитию городского хозяйства и социальной сферы. На работы выделено 800 тысяч рублей. Однако на практике мост существует более 20 лет. Его облагораживают местные жители. Рядом с самодельными перилами бетонные блоки, в которых проложены кабеля. Как именно изменится мост и станет ли он автомобильным, пока непонятно. Однако работы должны быть завершены до конца июля. Улица Тимакова, около дома номер 30, расположена лестница. Она существует более 40 лет. Однако ходить по ней, особенно зимой, тяжело. Опасно ходить здесь. Ну почему? Потому что снег-то не убирают. Я коммунально. Дом управления не занимается этим делом. МПМК третье так называемое. С коляской вообще не пройдешь. И когда снег, то есть вообще невозможно, ходим по обочине. Приходится обходить. Лед, можно и упасть. Очень много людей падал, ломал себе что-то. Лучше обойти. Екатерина Долгих теперь приходит сюда редко. Предпочитает выбирать альтернативные маршруты для прогулок. Правда, летом все может измениться. На ремонт лестницы, установку ограждений и пандуса выделено 500 тысяч рублей. Работы должны завершить к августу. Похожая ситуация с лестницей, соединяющей Лыбецкий бульвар и улицу Скоморошенскую. Деревянные доски шатаются под ногами прохожих. У кого больные ноги, не очень-то хорошо. Там такие лестинки, как-нибудь лестинки так по шеребе сделали. На его ремонт выделят 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что в общей сложности на благоустройство лестниц и мостов потратят 2 миллиона 400 тысяч рублей. Все работы должны завершить к концу лета. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Валерия Кудряшова, Стандислав Кудряшов, телекомпания «Город»